Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. 10 часов и 3 минуты в Москве сейчас. Друзья, всем доброе утро. Юлия Егорова. Влад Кутузов. И мы здесь не одни, но об этом человеке прямо через несколько секунд обязательно расскажем подробно. Сначала расскажем о том, что сегодня, 15 июня 2017 года, стартует ставший уже традиционным московский слёт коллекционеров России. Мероприятие пройдёт на старинном московском заводе «Кристаллы», продлится до 18 числа. Мероприятие сегодня после обеда, а вот теперь у нас самый главный человек. У нас в гостях вице-президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов. Доброе утро. Валерий, доброе утро. Спасибо, что пришли. Мы вас ждали, потому что тема практически безграничная, как выяснилось в разговорах до эфира у нас. Мы даже не ожидали, что всё настолько глубоко и мощно. Давайте начнём с самоваров, потому что, насколько я понимаю, именно самовар является самым главным информационным инфоповодом слёта. И коллекция какая-то потрясающая. Да, скажем, не совсем так, потому что у нас в формате слёта, каждый слёт проходит выставка частной коллекции. Просто вот на сей раз мы пригласили Дмитрия Рогова, это наш знаменитый коллекционер, можно сказать, мирового уровня, коллекционер самоваров. Пригласили со своей коллекции выступить в формате нашего слёта на сей раз. Сколько он привёз самоваров? Ну, самоваров он привёз, может быть, не совсем много, по его меркам порядка ста. То есть сто самоваров, и это не вся его коллекция? Думаю, нет. Обалдеть. Думаю, нет. И я бы сказал, что, может быть, это не совсем самые лучшие его экземпляры, потому что у него есть экземпляры, которые стоят десятки тысяч долларов, и, соответственно, он, наверное, там их хранит в каких-то особых условиях. Вот как-то так. Ну, самовар, конечно же, символ России, и собирать такую коллекцию – это круто. Самовар – это наш бренд. Вернее, самый главный из нескольких брендов. Ну, вы помните, там у нас матрёшка, да, балалайка. Шапка. Но всё-таки самовар – это самовар. То есть вы знаете, что самовар – это как бы то ни было наше изобретение русское. Правда, не все его. Ой, а там такие прикольные самовары в коллекции. Слушай, давайте подробнее о самоварах, обо всём остальном мы поговорим чуть позже. Сейчас у нас небольшой перерыв, друзья, скоро к вам вернёмся. Алло. Алло. Здорово. Привет. Здорово. Слушай, как правильно? Молли или Малли? Молли. 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 Окей. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то я в ответ. С тобой не могу найти контроль. Теперь домой я отправлю свою любовь в трезветь. Нет, стоит. Это слухи, я не такой. Не верю. Но порой эти субы ломятся в дверь. Ну как ты могла, ну как ты могла, раздеться наши чувства догола. Говори другому всё те же слова. Бла-бла-бла. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобой нам быть нельзя. И будет эта песня для тебя. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Поцелую долго-долго, дальше можно всё забыть. Колол меня иголкой, не оставляя правой нить. Теперь как небо-небо-небо-небо. Смотрю в глаза, их не я. Любила ночью кто-то за меня. Если я в чужих руках, помню, что ты сказал тогда. Лучше ты не прощай, стучит в висках. Но я же знаю, что ты без меня не хочешь, 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 хочешь. А с тобой нам быть нельзя. И будет эта песня для тебя. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ Если ты меня не любишь, то я тоже нет Если ты меня забудешь, то и я в ответ Если ты меня не любишь, то я тоже нет Если ты меня забудешь, то и я в ответ Если ты меня не любишь, то я тоже нет Если ты меня забудешь, то и я в ответ Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ Мы продолжаем. У нас сегодня в гостях вице-президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, напомню, что сегодня стартует московский слет коллекционеров. И вот одна из самых выдающихся коллекций. Это коллекция самоваров. И мы сегодня с Кутузовым говорили, что там будут самовары-эгоисты, какие-то редкие экземпляры с двумя кранчиками. Все так? Самовары на спирту, на керосине, праздничные, дорожные, медные, латунные. И плюс ко всему всевозможные прибамбасы, извините за такое слово, за сленг, это к чаепитию. То есть всякие щипчики, там сахарницы, подстаканники. Трубы. Трубы это уже принадлежность самовара. А ну да. Это маленько не то. А я имею в виду вот именно те аксессуары, которые были применены к чаепитию, скажем так. Слушайте, вообще прикольно. Сколько же лет собирает Дмитрий вот эту коллекцию? Дмитрий собирает эту коллекцию давно. Но я хочу сказать, что у него коллекция, вообще любая коллекция, она такая достаточно непостоянная субстанция, ввиду того, что человек покупает, допустим, экземпляр более качественный, а некачественный продает. То есть, соответственно, он включается в процесс товародвижения. А, это мы уже говорим про тот процесс, когда ты превращаешься в бизнесмена, а не просто в коллекционера. А без этого не бывает. Я понимаю, кто-то сидит возле, извиняюсь, руля трубы, да, и у него там денежку капает, он может эти свободные деньги тратить на какую-то коллекцию. А, как правило, коллекционеры, это люди, которые, ну, где-то работают там на стороне, но их, им, скажем, этих средств, которые они зарабатывают, им не хватает на коллекцию. Поэтому приходится вот... Расставаться. Ну, не то, что расставаться. А в чем вот главный кайф коллекционера? То есть... Это найти новую вещь. Нашел. Ту, которую у него еще нет, или которую он хочет купить. Он накопил на нее деньги, там, или как-то ее выменял. Выменял, например, да? Потому что, на самом деле, способов приобретения экземпляра, который вам необходим, на самом деле, очень много. Ну, я не беру тут незаконные упрастили. Ну, то есть, получается, коллекционер, такой нормальный профессиональный коллекционер, будем говорить так, у него есть обязательно какая-то вещь или несколько вещей, которых у него на данный момент нет в коллекции, но он знает, что она есть где-то, может быть, на другом конце мира, и он говорит... Конечно. А вы знаете, несмотря ни на что, я ее добуду. Есть еще у коллекционера элемент удачи. Вот, я не знаю, из моего примера хотите я расскажу? Конечно. Как раз тема самовара. Тема самовара. Ну, он. Я в Сирии, в Дамаске. Блин, такая страна была хорошая, пока там война началась. В одном из антикварных магазинов. То есть, мы зашел разговор, он говорит, у нас есть самовар. Ну, я думаю, самовар, самовар русский, русский. Оказалось, что у них серебряный самовар с эмалями хранится в ячейке, в банке в Лондоне. Я полгода их теребил, пока мы все-таки в этот Лондон не приехали. Удалось? Удалось мне его вырвать, этот хлебниковский самовар. Он у вас? Он сейчас не у меня, он был продан, продан администрации области. Он сейчас хранится в музее. Ну, не суть. Вот знаете, вот я говорил, что не все знают, что такое самовар. Он достаточно большой в коробке, и я в хитроу прохожу через вот эти вот штуки, все пропускные. И там, значит, пустили негабаритный багаж. И там, значит, стоят две дамы, они меня спрашивают, что это? Ну, я английский не сильно хорошо, я пытаюсь объяснить. Я говорю, это самовар. Они говорят, что есть самовар? Я говорю, ну, чай варить. А, кофемашина, я говорю. Да-да-да, кофемашина. Рашл, Рашл, кофемашина. Потрясающе интересная история. Мы прервемся вновь ненадолго, друзья, и вернемся к вам совсем скоро. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 он тоже был госпиталем, то есть там лечили людей. Ну и представьте себе, вот в этом старом здании оно просто было предназначено для таких мероприятий. Которое само по себе уже антиквариатно. Да, да, совершенно верно. То есть ему более ста лет. То есть хорошо, ну сейчас вы знаете, что все за территорией МКАД, все производства из территории нашего города были убраны. Что привезли коллекционеры? Вот меня интересно узнать. Это вы даже не можете себе представить. Это все. Вот все, что может себе представить ваша... Самая миниатюрная коллекция какая? А, кстати, вот у нас будет человек, библиофил. Библиофил, это не надо путать с остальными филами. Это человек, который коллекционирует книги. Да, совершенно верно. Он коллекционирует миниатюры. То есть это очень маленькие такие книжечки. Книжки-малышки, да? Книжки-малышки. То есть их будет настолько много, что он у меня попросил одну витрину стеклянную, чтобы он мог их там расставить. Ну естественно маленькую всегда можно там. У нас же, я думаю, что там входят люди и менее честные, чем мы. Вот поэтому я ему предоставляю витринку, чтобы он мог расставить все эти свои миниатюрные книжки. Вот эти так называемые подарочные вот эти варианты. Вообще, там и старые, то есть дореволюционные книжки. Вы не можете себе представить, насколько это интересно. Так, мы разобрались с мини-книгами. Это прекрасно. Друзья, мы продолжим разговор совсем скоро. У нас в гостях Валерий Аркипов. Вернемся совсем скоро к вам. И поговорим еще о слете. И поговорим о других интересных коллекциях. И об антиклариате тоже. Губы у тебя Вкусы миндаля Словно конопля Дурит, ну-ну-ну-ну-ну Слов не говоря И скусай меня И скусай меня Ссылу не жалей Дурака валяй Хлопай ресницами и взлетай Присниться не забывай Хлопай ресницами и взлетай Синицу и полгай У тебя глаза Словно бирюза Резко по газам Дарим Может быть и я Вкусы миндаля И могу летать Веками порхая Хлопай ресницами и взлетай Пресницы не забывай Хлопай ресницами и взлетай Синицу и полгай Хлопай и взлетай Не забывай Не забывай Хлопай и взлетай Не забывай Хлопай и взлетай Хлопай и взлетай Страна ФМ Друзья, еще раз доброе утро Всем, кто с нами Ну и напомним о том, что сегодня Такое большое, действительно Очень интересное событие Московский Слет коллекционеров России Начнется он После обеда В 16 примерно часов Правильно же говорю? Абсолютно А в гостях у нас Вице-президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов И договорили мы там чуть-чуть Да, мы успели поговорить о том Какая самая миниатюрная коллекция Будет на слете Это маленькие книжки-малышки Я так понимаю Самовары Это самые большие, да? Экземпляры Не факт А что еще будет с коллекцией? Есть мебель Есть там всевозможные фигуры Конечно, конечно Есть фигуры Есть там фарфор Огромные фигуры Самая необычная коллекция слета На ваш взгляд? Вы знаете Я бы сказал, что в принципе Слет это не совсем Показ коллекции Демонстрация Демонстрация коллекции, да Хотя у нас вот как Дмитрий Рогат Это его коллекция Которую он любезно согласился Предоставить для Это самоварные Это самоварные, да Для всеобщего обозрения Все остальное Это в основном Ну, так сказать Типа ярмарки коллекционные То есть там люди покупают Продают Меняются То есть вот этот слет Он и подразумевает всю эту технику Как можно попасть к вам? И как можно вообще стать Официальным коллекционером? Ну вообще Попасть к нам Это очень легко Просто нужно Написать заявку Сайт у нас называется Crystal Expo По названию нашего завода Который нам любезно Предоставил территорию Для проведения этих мероприятий Вот Просто оставить заявку И как бы Соответственно очереди То есть попадают А много вообще в России коллекционеров? Вы знаете По статистике Как будто бы 40% Пол страны, да? Да 40% Население Являются коллекционерами То есть, Юль, кто-то с тобой из нас Явно коллекционер Явно Один из мероприятий Может, понравится жук какой-нибудь Он начал коллекционировать жуков Может, понравится бабочка Он начал коллекционировать бабочки Микрофоны Да Может, тут червяков Я не знаю А вы помните? А, кстати, вы напрасно вот иронизируете По поводу микрофонов Потому что очень многие люди собирают Вот именно музыкальные всевозможные Гитары, микрофоны Сейчас я очень крепко задумался Усилители Особенно это было в советский период Очень много собирали Американских всяких Я чувствую Извините, перебиваю, Валерий Я чувствую, что Кутузов коллекционер Ты же занимаешься музыкой На самом деле у меня есть марки Большой альбом с марками Марки Да Я из детства уже А вы знаете, я хочу сказать Вот на слете коллекционеров Я когда вижу ребенка Я всегда дарю монетку Всегда Это у меня как традиция Любого ребенка Какой бы мимо не проходил Валерий, мы продолжим очень скоро У нас сейчас небольшой перерыв Но удивительный, уникальный И такой очень глубокий разговор у нас Очень Ледяную горку Прямо на сердце растопил Качели и горки Не знает тот, кто не любил Чистый феномен Притяжений больше нет Это ты, Венобе На протяжении долгих лет Развать мое сердце по краям Возьми мое душу под утюжить Как писала Марка Ян Никто другой, только лучший нужен Развать мое сердце по краям Возьми мое душу под утюжить Я за тебя ее отдам Если будет нужно Я найду крылья Если дорога в облака Превращу в пыль я Ожидание у окна Лучше с тобой мне Так спокойно Так спокойно Знаешь сам Нету достойней Ты достал мне чудеса Развать мое сердце по краям Возьми мое душу под утюжить Возьми мое душу под утюжить Я за тебя ее отдам Если будет нужно Мы счастливы с тобой Как дети в танце Над обрывом этим Ты посмотри Как часы застыли для нас Развать мое сердце по краям Возьми мое душу под утюжить Как писала Маргая Никто другой, только лучший нужен Развать мое сердце по краям Возьми мое душу под утюжить Я за тебя ее отдам Если будет нужно Развать мое сердце по краям Возьми мое душу под утюжить Как писала Марка Я, никто другой, только лучший нужен Развать мое сердце по краям, возьми мою душу под утюжей Я за тебя ее отдам, если будет нужно Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ У нас сегодня просто замечательно, восхитительно, солнечное утро, несмотря на погоду Потому что у нас в гостях обаятельнейший, харизматичный, талантливый, многоликий вице-президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов Одно удовольствие с вами общаться То есть, друзья, вы понимаете, какое впечатление вот за эти 20 минут произвел на нас О чем мы говорим, пока вы слушаете музыку? Мы вернемся к слету, который открывается сегодня и по поводу коллекции Да, вы спрашивали по поводу того, что там люди представляют Это очень красивые вещи Знаете, я просто хотел напомнить слова нашего великого писателя Достоевского, что красота спасет мир Они, конечно, стали банальностью, но, поверьте, не потеряли своего великого смысла От общения с прекрасным, допустим, на нашем слете Становится самый черствый человек добрее Потому что, созерцая какие-то вещи эксклюзивные Вот представьте себе, человек изготавливал эту вещь полгода Он вкладывал в нее свой талант, свою душу, свою энергию Он, может, постился, он не курил, не пил, не доедал Но он сделал эту вещь и получился шедевр И вот представьте, в процессе 100-200 лет люди, глядя на эту вещь, испытывают положительные эмоции А, кстати, по поводу положительных эмоций Испытывая положительные эмоции, человек — это здоровье, это наше здоровье Вы поверьте, здоровье — это не только бегать, это нужно еще внутренне испытывать это здоровье В смысле, вот эти эмоции, понимаете? И вот человек, глядя на эту вещь, испытывает эти положительные эмоции И эти люди в течение 200 лет смотрели на нее И изливали свои флюиды на эту вещь И эта вещь сама зарядилась Наполнена энергией И сейчас, глядя на нее, люди просто... Вот я, допустим, занимаюсь этими вещами Я чувствую, какая от них исходит энергия, от хороших вещей Особая субстанция — это иконы Потому что иконы, ну, как мы посмотрим иконы Это там кусок деревяшки, ну так, условно говоря На которых схематично изображен лик святого На самом деле люди, опять же, в процессе, возьмем в кавычки, эксплуатации этой вещи Они подходили к ней с добром, молили о чем-то То есть, естественно, эта вещь зарядилась очень сильно И сейчас она отдает Когда люди говорят, что вот там благодать от нее исходит Это на самом деле так, поверьте Пример Я ночевал в одной деревне, и у меня было 4 иконы Я одну из рук не упускаю И мужики, которые там сидели, пили водку Они говорят, а что ты ее держишь? Я говорю, вы знаете, это икона святая Она очень хорошо написана, я чувствую Они завязывают мне глаза, я три раза провел рукой И три раза находил ее из четырех Я не экстрасенс, я обыкновенный Не, вы не обыкновенный коллекционер Я имею ввиду, я просто от нее шат Сегодня мы с тобой идем на открытие слета И выйдем оттуда 18-го числа, когда мы сходим Окей, согласна, на все согласны Друзья, мы сейчас ненадолго вновь прервемся И вернемся к вам буквально через несколько минут Пожалуйста, будьте в компании Страны ФМ Луловое небо ближе к рассвету Молчание отныне лучше Способ ответа Между нами ветер, вечное не вечно Время отвлекает, но время не лечит Шрамы на память, словно запятые, запятые Шармом оставлять тебя их научили Научили, будто две капли абсента Ее глаза у любви нету акцента И пути назад в войну из пресса Чтобы не уснуть в последний рейс Или, скорее, млечный путь, держись крепко Ведь, наверное, напоследок В поисках света мы между любовью и эго Серая ветка вниз, серые тучи светлые Просто улыбнись, дата, что белее снегом Окна, касание, легкая дрожь Наверное, я и есть дождь, я и есть дождь А я и не знала, как убью дождь Туман в городе, он и серый Он светлый крас, твои цвета волос И имя в серое твоё дождь На что похожа наша история? На игру настольную, на вавилонскую башню Что они достроили, на всё, что угодно День и до конца, пора это принять Сколько бы не отрицал Видимо, давно стал невидимым И так подозрительно мне то, что без нити мы Ведь между нами было сплетено Очень длительно, но оказалось в этом мире Всё относительно истинно в огромном городе Где каждый на проводе Очень легко найти повод, чтоб потерять всё за день Птички на береге разных новостей Вот теперь неизвестно, когда у нас наступит Вот теперь, а может, это и к лучшему Или нас с тобой, так как будто ладучими Невезучими, никогда не мог прощаться Ну что ж, за меня всё скажет дождь А я и не знала, как убью дождь Туман в городе, малон и серый Он светлый крас, твои цвета волос И имя в серое твоё дождь Я и не знала, как люблю дождь Туман в городе, малон и серый Он светлый крас, твои цвета волос И имя в серое твоё дождь Я и не знала, как люблю дождь Туман в городе моём Серый он светлый крас, твои цвета волос И имя в серое твоё дождь Я и не знала, как убью дождь Туман в городе моём Серый он светлый крас, твои цвета волос И имя в серое твоё дождь Утро страны На телерадиоканале Страна ФР Доброе утро, доброе утро У нас в гостях вице-президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов И только что признался, что Можно озвучить возраст? Что ему 56 лет А прожил он столько жизней Как будто бы все 120 А в душе 18 А в душе 18 А улыбка белозубая Глаза блестятая Выглядит потрясающе Спасибо огромное На самом деле так Это я не кривлю душой Потому что за свои эти годы Я не сидел на месте Я обездил Меня даже в Лас-Вегас один раз занесло Можете себе представить То есть я обездил весь мир Где я только не побывал Всю Россию То есть начиная там от Владивостока И заканчивая Псковом В стольких ситуациях бывал То есть хватило бы еще на три жизни На самом деле Поэтому я считаю, что я Можно бы два раза умножать Слушай, ну просто обыватели, да Обычные люди Мне кажется, они считают Антиквары это кто? Это человек, который сидит Которому все приносит Совершенно верно Ну нет, это дешево Это не стоит того В такой своей большой Красивой антикварной квартире А как выяснили Абсолютно другая история Это человек, который Ищет, роет На самом деле Стереотип может быть И не совсем неверный Потому что очень много Таких антикваров Которые сидят Изменяясь на заднем месте И пытаются Да, да, да Но это не вы Нет, это не я И таких, как я Ну немало, да Но здесь, понимаете Удачливость антиквара Заключается в том Что, ну, как я сказал Элемент удачи Это обязательно Плюс знание Это тоже обязательно Но знание Получить из книг Невозможно Это все Многолетний опыт Опыт общения С людьми С предметами Ведь все Недаром говорят Что не мы выбираем Вещи, а они нас Ну, наверное Прежде чем вы оказались Скажем там На блошином рынке На юге Франции Вы побывали В каких-то там Глухих Российских деревушках Конечно Конечно И причем не менее интересно Потому что На самом деле Разговаривать Общение с людьми Это самая тяжелая работа Какая может быть Потому что Представьте себе У каждого человека И они же не все одинаковые Если бы были Они как роботы Было бы очень удобно Они все разные И под каждого Нужно найти там Определенные ключики И поговорить с ними Потому что В этом заключается Коммуникабельность Потому что коммуникабельность У антиквара Ну, в принципе Как у любого человека Наверное Валерий, к сожалению Время бежит У нас остается немного времени К большому сожалению Опять же У вас есть возможность Прямо сейчас пригласить всех на слет Сказать, где когда еще раз Где заряжаться энергия позитивная Да-да-да Дорогие друзья Вот сегодня В 16 часов Открывается Московский слет Коллекционеров На заводе Кристалл Самокатная 4 Строение 9 Приходите, пожалуйста Будет всем интересно И я думаю, что Никто не останется равнодушным Ну что Нам поверьте, друзья Это абсолютная правда То, что сказал сейчас Валерий Даже если мы с Кутузовым Собрались пойти Это уже на качество Друзья, Валерий Архипов Вице-президент Союза коллекционеров России Был у нас в гостях Валерий, большое Огромнейшее спасибо Сегодняшнее утро Вам желаем ярких находок Спасибо Ваша коллекция пополняется Спасибо И по-прежнему Останься таким же Замечательным человеком Спасибо А с вами, друзья Прощаемся до завтра Пока Как страны